Веревка к опоре Веревка к опоре Веревка к опоре Перехватываем Берем конец подальше вытягиваем Берем во вторую руку Просовываем правую руку Между веревками Опускаем через левую Поднимаем сюда И прихватываем конец веревки Оставшейся Немножечко вытягиваем И теперь затягиваем коренной конец Получился вот такой вот узелок Сильно оттяну Ничего страшного не происходит Петля не затягивается Чтобы сдернуть веревку Достаточно потянуть за второй конец Как видим веревку можно сдернуть за собой Еще раз медленно и крупнее Возьмешь планом То есть закинул Вытянул подальше Просунул руку Вот сейчас вот нужно Наверное вот так Чтобы было видно этот конец Просунул руку Опускаю сюда Видим вот этот вот кончик Он опускается под низ сюда Раз И его цепляю Вытаскиваю отсюда Затягиваю только после этого Веревку и все Еще разок Чтобы все тонкости были видны Подальше вытащил Вот этот вот конец должен опуститься Под эту веревку в конце концов Не пройти над ней Опуститься под нее Дальше раз Захватил Вытащил И затянул Теперь пущу секундомер на экране И покажу за сколько можно завязать этот узел Узел завязан Тяну Видим не развязывается Тяну за другой конец развязывается И еще разок Узел завязан Второй узел тоже очень быстро завязывается Очень быстро развязывается И образует удавку То есть затягивающуюся петлю Этот узел я подсмотрел У альпинистов Они таким узлом блокируют Узел УИА То есть если я не ошибаюсь Это вот система узлов Называется То есть узел УИА совместно с этим узлом Совместно с контрольным узлом Если не ошибаюсь Называется узел Мунтера Мула Хотя могу и ошибаться Вот Но он вяжется немножечко по-другому Вяжется на вертикально подвешенной веревке То есть вы через себя пропускаете Кто видел мое видео спуск и подъем по веревке Знает узел Я подумал как можно сделать так Чтобы этот узел вязать на вертикальный опор Если например я перебрасываю веревку от себя То есть в данном случае видим На этом узле подвешен мой рюкзак То есть вот гладкая достаточно поверхность Хотя и ржавая На гладкой поверхности он тоже держит Хотя не очень хорошо Особенно если тонкая веревка Удержание получается лучше И вот здесь он привязан классическим способом Как вяжут альпинисты Вот На нем держится рюкзак То есть минус этого узла По сравнению с предыдущим Он во время того как затягивается Веревка немножко вытягивается То есть получается Если вы на предыдущем узле Привязали веревку Она никуда уже не уйдет То здесь пока петля затягивается Сейчас веревки проскальзывает Что не всегда бывает удобно То же самое здесь Я подвязал И рюкзак немножечко еще во время привязывания Пока петелька затягивается Он опускается ниже Поэтому привязывать заранее Рюкзак нужно повыше Использую в основном для того Чтобы подвязывать рюкзак Дерево Чтобы не пачкать его Ну если его положить на землю Он может испачкаться Так он не пачкается Опять же можно подвешивать еду в лесу Там от муравьев Страховать от других насекомых Чтобы по ней никто не ползал И тому подобное Опять же чтобы не замочить вещи Какие-нибудь Вот таким образом Положили Привязали Накрыли кем-нибудь полиэтиленом Все дождик уже этому делу Всему не страшно Итак Как вяжется этот узел Берем веревку Вокруг дерева Вводим Цепляем рукой Раз И цепляем вот так Все это дело Все Затягиваем Цепляем рюкзак Теперь Протягиваем веревку Берем вот таким вот образом И захватываем Все Рюкзак висит Веревку Заносим вокруг опоры Левой рукой Поддеваем ее И пальцами захватываем Конец веревки Немножечко вытаскиваем его И дальше все это дело Подтягиваем То есть вот оно Затянуто Никуда Не денется Да Забыл сказать В предыдущем узле Для того чтобы наверняка Случайно там не распустилась Вся эта конструкция Можно продеть Ходовой конец Вот сюда В этом случае Если я потяну за этот конец То ничего страшного То есть С узлом не произойдет И вот так вот он развязывается Тяну Все Веревку можно сдергивать Еще разок Медленно Забросили Левой рукой Вот таким образом Зацепили Раз сюда Вытянули немножечко И теперь все это дело Подтянули Вот Надежно держит Дергаю Все развязывается И теперь смотрим Секундомер Включаем Смотрим За сколько Можно его завязать Ну на скорость Все Узел завязан Еще одна попытка Узел надежно завязан И еще один плюс Этого узла Поскольку он затягивается С одной стороны Это минус Он затягивается Вытягивается Лишняя веревка Но при этом Это же его плюс Когда узел затягивается Он позволяет Схватить надежную опору Чтобы Тот объект Который вы привязываете К нему Не съезжал То есть Ну вот как происходит С рюкзаком Который вы видели Рюкзак никуда не съезжает В случае с пожарным вариантом Который я до этого рассматривал Веревка Скорее всего Будет соскаливаться Ну если опять же Там дерево С грубой корой То скорее всего Она тоже будет висеть Тем не менее Лучше использовать Этот вариант Для того чтобы он не съезжал И последний вариант Последний узел Это один из вариантов Штыка Подсмотрел его У туристов водников Так они привязывают Веревку для Навесной переправы Либо там Для переправы Ну в общем Через реку Для перила И тому подобное То есть Для чего привязана Таким узлом веревка Для того чтобы Она могла Быть быстро отвязана Чтобы не пришлось Ее резать Поскольку Промедление Может стоить Человеку жизнь Он просто утонет Вот Как он вяжется Ну я не видел Вариантов Как он вяжется У них Читал просто статью И приводили В пример этот узел К сожалению Без иллюстрации Пришлось искать его отдельно В общем Как он вяжется Опять же Передаем веревку Проводим вокруг опоры Я делаю все С одной и той же стороны Для того чтобы Ну каждый раз У меня не было путываться Всегда с одной и той же стороны Дальше Беру Оба конца В одну руку Поднимаю руку отсюда И забираю тот конец Продолжаю держать Натянутым Левый конец веревки То есть коренной Опять передаю Опять Поддеваю сюда И вот вытаскиваю Уже не целиком Если я вытяну целиком У меня получится Обычный штык А здесь я оставляю Вот такую петельку И все это дело Затягиваю Вот В чем преимущество Этого узла Конкретно Его преимущество В том что даже В натянутом состоянии Вот я сейчас натяну Веревку легко Можно будет развязать То есть Раз Я ушел А с предыдущими узлами Это сделать сложно Поскольку узел Узел затягивается И выдернуть То есть развязать узел Когда веревка Находится в натяжении Коренной конец В натяжении Очень сложно Еще разок Вытягиваем С легким запасом Взяли отсюда Вытянули И важно сейчас держать Натянутым Коренной конец Поскольку если натяну Ходовой У меня узел перекрутится Получится вот такая штука Мне нужно держать Вот таким вот образом Снова Просунул пальцы И вытянул Вот этот вот конец Отсюда Вот Теперь нужно чтобы Кончик туда не провалился Ну и узел не развязался Все это дело подтянуть Вот надежно держит Опять же В натяжении находится веревка Потянули Все это дело развязалось Ну и с другой стороны Тот же самый узел покажем Чтобы руками нигде ничего не перекрыл Чтобы было понятнее Этот узел вяжется дольше Чем все остальные Может из-за того Что просто его меньше практикую Раз И второй раз Достаю отсюда Кончик Но не до конца Все это дело затягиваем Все Узел затянут Тянем за Ходовой конец Узел развязался Ну а теперь то же самое Сделаем на скорость С секундомером Узел затянут Развязали Потянули Все отошло И еще разок Узел затянут Узел затянут Потянули Закончил Все развязалось Ну а теперь попробуем Все эти узлы Завязать на толстой веревке И нагрузить ее своим весом Посмотрим Выдержат ли эти узлы меня Посмотрим на их надежность Итак Тестируем первый узел Пожарный вариант Затянули Делаем здесь какую-нибудь петлю Чтобы она не развязывалась Подлиннее И нагружаем ее Видим Вишу на веревке Вот можно немножечко Даже вот так вот Подвигаться Ничего страшного С узлом не происходит Дальше После нагрузки Сдергивается Достаточно просто Тестируем второй вариант Второго узела Раз Затянули Вытянули Подтянули Чтобы не развязалось Отлично Делаем петлю Педальку себе Нагружаем Ничего не развязывается Все нормально Точно так же легко Сбрасывается И последний вариант На основе штыка Раз Вытягивали Два Вытягивали Подтянули Здесь можно аккуратненько Подтягивать Чтобы Не выстрел Кончик Все вроде Сейчас попробуем Развязать этот узел Прямо под нагрузкой Вот я вешу Все нормально Вот я нагружаю Дальше Чтобы я отсюда Просто еще не навернулся Развязываем его Под нагрузкой Конечно Упаду Наверное Я упаду Если сделаю без нагрузки Ладно Пробуем Как видим Узел без проблем Развязывается Вот такие вот Три узла Надежных Быстро вяжется Быстро развязывается В общем Кому понравилось Ставьте лайки Кому не понравилось Ставьте дизлайки Кому все равно Ничего не ставьте А у кого есть Какие-то интересные Свои варианты Делитесь ими В комментариях По данным видео А мы со всеми прощаемся До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok